Существует множество традиций проводов в армию, но одна из них неизменна. Для многочисленной родни Новобранцева это праздник со слезами на глазах. Эти проводы не исключение. Одного из призывников пришли провожать сразу три женщины. Мама, тетя и бабушка, которая уверена, что без ее пирожков внук не обойдется. Конечно не обойдется. Бабушка будет переживать. Внук же давно хотел служить и с нетерпением ждал призыва. Хотел в армию служить всегда. Еще один призывник также мечтал служить, но была проблема – избыточный вес. Ради своей мечты отказался от разных вкусностей и вот он в рядах новобранцев. Меня вообще в армию не брали, но я поговорил с военкомом. Он сказал, что скинешь 10 килограмм и я возьму тебя. Вот так я прошел. Артем Семенов о службе в научной роте и не мечтал. Для него это стало полной неожиданностью. Вот совет от него, что для этого нужно делать. Во-первых, это хорошо учиться в университете, получить высшее образование, заниматься непосредственно в университете наукой. Ну и физическая подготовка, она тоже приветствуется. На данный момент войска направлено почти 700 человек. Всего за весенний призыв в армию уйдут более тысячи ребят и Орловская область успешно справляется с этим заданием. На первый взгляд все ребята в форме очень похожи друг на друга. На самом деле даже призывы очень сильно отличаются, говорит начальник отдела подготовки призыва и набора на военную службу по контракту. Ребята всегда друг от друга отличаются, безусловно, каждый призыв, вот они все разные, но тем не менее наши орловские ребята в войсках, в армии востребованы, и мы получаем только самые лучшие вызовы о них. Причина для волнения может и есть, но все неурядицы легко уладить, найти компромиссы. Главное – озвучивать проблемы. И вот было обращение, когда мальчишка звонил и плакал, я не хочу идти на корабль Кузнецов, я боюсь его, этого корабля, он большой как город. Я звонила тогда контр-адмиралу, мы разговаривали, а контр-адмирал мне говорит, Валентина Васильевна, я сам этого корабля боюсь, он действительно очень большой, ничего страшного, мы его переведем в морпехи. То есть проблемы все решаемые. Светлана Вабарыкина, Арсений Куликов, телеканал «Первый областной».